но все значительно интереснее оказалось в ситуации с турцией турция решила скоммуницировать ну слушайте выехать с турции дело дорогое очень дорогое ну турки не дадут соврать и практически невозможно а тут приглашают в саму швейцарию где ты видел турка который откажется поехать швейцарию они собрали большую делегацию и выдвинулись швейцарию посмотреть на эту коммуникум правда почему-то сразу это было после визита к путину день и получили цу которая тут же и выдали перед этой коммуникой выдали перед этой коммуникой и уехали ночью сыр купили поехали домой а тут а тут внезапно товарищ варфоломей проживающий в районе фонар по моему это где в стамбуле до проживающий там говорит надо присоединиться ну раз руанда ушла надо восполнить вместе с барбудой и антигуа значит и говорит я присоединяюсь к этому мероприятию и тут турки у них происходит вот так смотри вот это такая реакция была у турка вот так у них очки на лбу и застряли на полном серьезе застряли говорят товарищи так мы же этого ждали столько лет вообще опа чего вы ждали говорят вы знаете жил такой старик лозан жил старик глаза ему тоже нравилась швейцария и этот старик глаза поехал в швейцарию прописался там и так красиво жил что в его честь назвали город называется он лозанна лозанна анна лозанна когда британия просрала османскую империю она в общем грубо говоря накрылась тазом вот вместе с британским крейсером который товарищи турки так красиво изгнали что даже две песни по этому случаю написали вот и поскольку вся эта хрень накрылась тазом решили каким-то образом надо что-то думать и тогда родилась турция в ее современной границе родилась она откуда из лозаннского мирного договора 1923 года этот договор еще называют столетий а умный товарищ эрдоган который он терпеливо ждал эти сто лет и в преддверии своих выборов двадцать третьем году объявил что в двадцать третьем году 100 летний договор накрывается большой простыней просто и родло билы просто и родло поведло было накреты просто и родного на курва накрылась а почему потому что этот некий эрдоган вступил в газовый спор с кем правильно с греками с греками я очень любил свое время отдыхать в районе фития там есть такой прекрасный города люди низы там проходит ликийская тропа которая ведет прекрасный город кайкей этот кайкей пустой город прекрасным это значит когда этот договор подписывали договорились что всех греков грузят на боржу и отправляют на острова а все турки оставляют острова грекам и валят на континентальную часть таким образом появились пустые мертвые города греческие мертвые города очень интересная достопримечательность но уже начинают греки почти возвращаться на такое и тут выходит эрдоган и говорит вы знаете а тотюрк великий человек турцию создал границах и и но лозанский столетний договор это поражение турции а не перемо потому что мы просрали наши территории исконные грекам всяким эти греки теперь нас на газ претендуют в сирии мы просрали что-то там вообще ближний восток наш понимаешь товарищ эрдоган категорически недоволен ты штука не верит надо что-то делать ряд 100 лет закончилось ему рядок 100 лет это условное название это договор то вечный 100 лет это так это мыслили в двадцать третьем году мыслили что 100 лет это хер знает когда и назвали его 100 лет никто же не думал что придет 2023 год понимаешь и тут я к чему это говорю этот когда у товарища турков вот так вот очки полезли наверх узнал о подписи товарища варфоломея так мы всю жизнь этого ждали потому что это явные нарушения чего лозаннского договора двадцать третьего года и длительной дивизии а что же написано в лозаннском договоре а там говорят что никакого по их мнению согласно этого лозаннского договора никакого вселенского патриархата не существует существует отдельно взятый греческий священник живущий в районе фонар имеющий право окормлять паству греков в этом районе более того согласно этого договора ему запрещены международные действия турки вышли ряд так мы с удовольствием признаем эту подпись при условии что мы разрываем лозаннский договор греки кубку где наши острова грекам не очень видишь как интересно развиваются международные события через призму швейцарии тут же вылезли тарщик китайский вылезли тарщик китайский говорят да хрен с вашей швейцарской плиты давайте давайте в пекине соберемся капуста у них вкусно датери соберемся в пекине как раз урожай сбора пекинской капусты каждому по капусте нормальная тема нормально собираемся мы еще бразилию позовем знаете все соберемся вместе ну те с обезьяны тес капусты ну чё нормально приехали еще с руанды конь позовем говорят давайте значит и русских позовем украинских позовем ну егидно так и американских вот соберемся и поговорим про диких обезьян наши тут же посол значит наша посол в этом в сингапуре выходит и говорит так мы с удовольствием поедем почему бы нет у меня челюсть отвисла у турков эти очки на лоб полезли у меня челюсть отвисла когда это прочитал а выходит рида поедем чем проблема главное чтоб все базировалась на уставе оон я же вспомнил что какой-то чаплыга бегал у тебя по эфиру говорит так русские что же про уставу потому что тема то какая тема поставить под сомнение абсолютную принадлежность конституционных территорий украины то есть русские вываливаются и говорят согласно уставу он уважение к территориальной целостности внимание на экран вот наша конституция и вот тут записана наша территория вываливается украина ритм ушел с ума посходили вот наша конституция вот все наши территории они украли у нас территории и тут и тут вылазит такой он и говорит ну прям не знаю как бы вы же не конституционные суды украины россии правда и получается у вас есть спорные территории вот такой понимает о такой как неожиданно да а теперь а теперь мой друг вернемся к этим турне и так далее значит и сами там значит и тут наша посол говорит значит в сингапуре говорит что мы с удовольствием съездим если это будет на уставе оон русские стоя аплодирует китайские ряд так мы давно предлагали с этого начать и тут выходят швейцарцы ряд не больше мы в такие игры не играемся и никаких саммитов в европе не будет валите куда нибудь к саудитам и все сразу да вот саудиты всех соберут и туда можно позвать русских не только руанду и код дивуар но и русских но не всех не всех только представители не всех представитель и все-таки да знаешь такую мину серьезную дело за взрослые люди сидят и так нет да точно ес или блин как мы сразу не поняли что это и есть решение блин наконец-то это да это серьезный выход и тут я сижу и думаю значит двадцать третьем году саудиты решают показать длинное логистическое плечо сша отказываются от торговли нефтью в долларе в пользу китая в расчете со своими валютами и тут китай вместе с бразилии говорит что они хотят сделать такой саммит по украине а им в пику делают саммиту саудитом скажи это каким интеллектом надо обладать чтобы искренне поверить на то что у сауда может быть некий альтернативный саммит а ну может да может и старше китайцы могут согласиться на то что в пекине дорого они возьмут капусту которая созреет в пекине к тому моменту собрать ее и привезти ее заодно продадут на базаре на рынке чё капуста нормально пойдет у саудита китайская капуста они могут поехать в саудию вопросом только где бы это не произошло это будет китайский сами по китайскому план где собственно говоря и китай и русских устраивает статут оона в основе потому что с точки зрения статута оона русские выкатывают свою конституцию ряд ну видите спорный спорные территории выходим мы и говорим выше с ума посходили какие спорные это украинская вот ваша конституция против нашей конституции давайте у саудов об этом поговорим ярко да а